МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ЗВОНОК В ДВЕРЬ МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Очередные праздники в очередной раз сбили график официальных государственных мероприятий. И на этой неделе опять оперативка была во вторник, потому у нас тоже все традиционно сдвинулось на день вперед. Открывая оперативное совещание в правительстве, Ради Хабиров во первых строках, как обычно в последнее время, рассказал о башкирско-луганских отношениях. В частности, он рассказал о своей очередной поездке, в ЛНР, где он подписал некий договор о сотрудничестве с городом Красный Луч. В полной мере непонятно, о каком сотрудничестве в принципе может идти речь, и что взамен на многочисленные материальные ценности нам может дать этот самый Красный Луч. Но похоже, что башкирия окончательно превращается в первый регион дойную корову в Российской Федерации, который в перспективе будет отдавать существенную часть и без того нашего скудного бюджета в пользу вот этой самой вот сепаратистской части Украины. Далее Хабиров поведал о региональных достижениях минувшего периода. В частности, сообщил о техническом открытии парка Кашкадан, который он, так прямо скажем, не без пафоса, назвал высоким стандартом паркового искусства. Далее перешли к перспективе. 15-18 июня в течение четырех дней пройдет 25-й Петербургский международный экономический форум, в котором Башкирия традиционно всегда участвует. И о планах республики Башкортостан и ее делегации на этом международном форуме Хабиров попросил доложить министра внешнеэкономических связей Маргариту Дмитриевну Болочеву, которая, собственно, это и исполнила. Госпожа Болочева поведала нам, что в этом году международный Петербургский экономический форум посетят представители 127 стран, будет 500 спикеров, а страна-партнер этого форума в этом году почему-то Египет. Уже понятна и разработана программа участия основных делегатов. В частности, Хабиров выступит на тему трансформации координационных цепочек, новые возможности и перспективы. Совершенно непонятно, о чем будет речь в этом докладе, но я предполагаю, что он расскажет почтенной публике из 127 стран о том, как за счет налогоплательщиков отправить 70 грузовиков материальных ценностей в Луганду, а в ответ получить региональный орден и много-много красивых фоточек. На форуме планируется и выступление премьер-министра Республики Башкортостан Андрея Назарова на тему импортозамещения в здравоохранении «Новые точки роста». Ну, собственно, тут все попроще, и достаточно будет, наверное, рассказать восхищенной публике о том, что теперь в Российской Федерации не обязательно учитывать интересы правообладателей марок и даже формулы лекарств. Пиратство фармакологии узаконено окончательно, и, безусловно, здесь, конечно, открываются колоссальные новые горизонты для тех, кто решит воспользоваться этими новыми опциями российского государства. В общем, есть о чем поговорить Андрею Геннадьевичу. Ключевым моментом форума, по словам Маргариты Болочевой, будет презентация федерального рейтинга инвест-привлекательности регионов Российской Федерации, который традиционно, этот рейтинг создается агентством стратегических инициатив. Тут мы попадаем, естественно, в зону риска, потому что позиция Республики Башкортостан может в этом году существенно понизиться в этом рейтинге. И не потому, что у нас там все очень плохо с инвестициями, а потому что Хабиров умудрился разругаться с ключевыми игроками всех вот этих вот рейтинговых процессов. И они могут, в общем-то, не по достоинству оценить успехи Республики. Но не будем забывать, что это всего лишь рейтинг. Тем не менее, он очень беспокоит Хабирова. Маргарита Болчева объяснила нам, что на форуме будет заключено 31 соглашение, правда, соглашение о намерениях, на общую сумму порядка 65 миллиардов рублей. Что, кстати говоря, меньше, чем те договора о намерениях, которые были заключены на Сибайском инвес-сабантуе. Хабиров встретится с массой важных и интересных людей на форуме. В частности, он встретится с главой ВТБ Костиным, министром промышленности Мантуровым, министром строительства Файзулиным, генеральным директором Дома РФ Виталием Мутко и зачем-то встретится Хабиров с президентом Казахстана Касымовым. Меня, честно говоря, в этом списке заинтересовала только фамилия Виталия Мутко в контексте Дома РФ, потому что уж больно много конфликтов в последнее время с этой структурой в Башкирии завязано. И очень интригующе выглядит будущее нашего взаимодействия со структурами Дома РФ. Далее Маргарита Дмитриевна рассказала вам про стенд, который будет экспонироваться на этом форуме. Этот стенд третий по размеру после Москвы и Санкт-Петербурга. Он поистине грандиозен. 860 квадратных метров стенда плюс 1100 квадратных метров ресторана, который будет устроен там нашей делегации. Только одна лишь аренда всего вот этого помещения на 4 дня обойдется республиканскому бюджету в 200 миллионов рублей. Представляете, какой размах. Стенд будет такой очень футуристический. Переговорная зона будет исполнена в виде кабины вертолета Ка-32. Основная часть стенда будет исполнена в виде некой цифровой юрты, внутри и снаружи которой будут демонстрироваться достижения республики. Ну, в общем, тут, конечно, Хабиров превзошел сам себя. Судя по всему, не будучи ограниченным никак в затратах на это мероприятие, мы, конечно, там потратимся крепко-накрепко. Напомню, что даже по планам правительства объем соглашений, который будет заключен на этом форуме, будет даже меньше, чем количество соглашений и сумма этих соглашений, заключенных на сибайском инвест-сабантуе. Выслушав Маргариту Болочеву, Хабиров подтвердил свою озабоченность позиции республики Башкортостан в инвест-рейтинге, а дальше рассказал, что он не намерен останавливаться в развитии в плане проведения все более и более грандиозных праздников и форумов на территории республики, и рассказал, что совсем недавно Валентина Ивановна Матвиенко помогла ему договориться о проведении второго форума Российская Федерация Беларусь, о проведении этого форума в Уфе в 2023 году. Честно говоря, сидящий по левую руку от Хабирова абсолютно неподвижно Толкачев при упоминании Валентина Матвиенко как-то дико завращал глазами. Ну, собственно, это было первое движение Константина Борисовича за все время проведения оперативного совещания, и признаков жизни он подавал нечасто. Очевидно, что вопрос пандемии COVID-19 основательно отошел на второй план, и доклад на эту тему был вторым. Сделал его новоявленный министр здравоохранения Айрат Рахматуллин, который рассказал нам о том, что всего заболевших в республике Башкортостан по его мнению, 289 609 человек. Несколько увеличилось количество госпитализированных с COVID-19, и на данный момент их 158 человек, что на 8 больше, чем в прошлой неделе. Тем не менее, заболеваемость общая недельная пошла на спад минус 28%, и на данный момент в республике вакцинировано 2 млн 607 тысяч человек, ревакцинировано 595 тысяч человек, что является абсолютным рекордом по Российской Федерации. Далее, по традиции, выпустили на арену мадам Прочаковскую, которая рассказала нам о рейтинге проблем, которые беспокоят на данный момент жители Башкортостана, по крайней мере, за истекшую неделю. На первом месте о беспокойности у жителей Башкирии дороги, на втором – соцзащита, на третьем – благоустройство, на четвертом – ЖКХ, на пятом – здравоохранение, на шестом – транспорт, образование на седьмом месте, мусор ТБО на восьмом, строительство архитектуры и долевое строительство на девятом, и некая безопасность находится на десятом месте. Этот рейтинг мадам Прочаковская сопровождала странными комментариями каждой из позиций. Про дороги она просто сухо сообщила, что дороги остаются на первом месте. Далее сообщила, что горячих проблем со здравоохранением в Башкирии нет, это цитата. Проблема транспорта – это всего лишь проблема недоступности парка Кашкадан, оказывается. А проблема ЖКХ – это всего лишь проблема травы и пуха, ну и еще песка в песочницах для детей. Вот таким образом минимизирует, на самом деле, окраску этих проблем мадам Прочаковская. Я не раз говорил о том, что вся ее главная, основная задача заключена в том, чтобы каким-то образом сглаживать и демпфировать проблемность в Башкортостане, но не путем решения проблем, а путем то ли высмеивания, то ли придания ничтожности вот этим вот обращениям граждан. Понимаете, вот пух и песочек в песочницах – это основная проблема ЖКХ на данный момент. Ни отключение ресурсов, ни аварии, ни еще какие-то вещи, я уж не говорю про цены нынешние на ЖКХ и грядущее подорожение, услуг ЖКХ – это все не проблема. Пух и песочек в песочницах. Вот все, что нам рассказывает мадам Прочаковская. Хабиров выслушал доклад Прочаковской. Вся его реакция заключалась в том, что он немедленно потребовал запустить дополнительные автобусы, которые доставят жаждущих и страждущих в прекрасный парк Кашкадан. Вот, собственно, и решение всех проблем жителей республики Башкортостан. А с пухом и песочницами пусть разбирается Марзаев. Четвертым вопросом был традиционный вопрос о ЖКХ, дорогах и ЧС. Алан Викторович Марзаев, первый выступающий, сообщил о шести аварийных отключениях и трех аварийных остановках лифтов в Уфе, а также о том, что он практически завершил ремонт внутри домовых проездов. Имеется в виду асфальтовое покрытие. 100% дворов оцепровано, выявлено 4245 дефектов, из которых 89%, 3763 дефекта устранены, а 482 находятся уже сейчас в работе. То есть, если перевести это на русский язык, получается, что через пару недель, если вы выходите к себе во двор и видите своими глазами какую-нибудь яму в асфальте, то на самом деле ваши глаза вас обманывают, а верить нужно Алану Викторовичу. А мы пока будем верить нашим подписчикам, которые нам присылают материалы по состоянию дворов и дорог в Уфе и в Республике Башкортостан. В частности, вот на данный момент мы можем вам показать фотографии во дворах состояния дороги по улице Мелиузовской в Уфе. Это замечательная иллюстрация того, что либо Алан Викторович не до конца в курсе того, что происходит, либо это те самые 482 ямы, которые находятся, как он выразился, в работе. Вторым выступающим по этому вопросу, как обычно, был представитель Министерства транспорта и дорожного строительства. В этот раз это был Жульков Виктор Михайлович, заместитель министра. Что-то давно мы опять булужшего не видим, но да ладно. Виктор Михайлович рассказал нам о 70 дорожно-транспортных происшествиях за минувшую неделю, в которых 81 человек пострадал и 7 погибло. Всего за год погибло 132 человека, и это всего на 14 человек меньше, чем в прошлом году. Цифра разрыва сокращается стремительно, и об этом уже понятно всем. Далее господин Жульков заговорил о ямочном ремонте. Тут все тоже прекрасно и замечательно. 132 384 ямы выявлены на дорогах, и 87% из них уже устранены. 115 388 ям героически, по крайней мере в собственном представлении, заделал Виктор Михайлович. Проинспектировано 99% дорог Республики Башкортостан. Дорог с твердым покрытием 19 545 километров. Отстающим признан Илишевский район Республики Башкортостан, где устранено только 23% дефектов. Собственно, это подтверждает наши иллюстрации, которые мы давали по информации наших зрителей в предыдущих выпусках. Действительно, в Илишевском районе творится какой-то ад с дорогами. Ни словом Виктор Михайлович не обмолвился о том, когда же будет нанесена разметка на многострадальные дороги Республики. Суть по всему, здесь тоже кроется некая ловушка для нашего Минтранса, потому что, по сути, дороги-то они на самом деле не ремонтируют, у них только все это на бумаге. Вот на их, как они говорят, дашбордах, а яма-то на месте. Но когда поверх ямы наносишь разметку, это становится особенно вопиюще, и потому, видимо, они с этим делом притормаживают. Ну, помимо всего прочего, абсолютно непонятно остался статус улицы Комсомольской, которая то ли принята, то ли не принята городом в эксплуатацию. Ну, и бульвары Брагимова, которые героически не успевают сделать к сроку, тоже, в общем-то, на поверхности лежит. Обо всем этом, естественно, Виктор Михайлович говорить не стал. Выслушав господина Жулькова, Хабиров велел посоветоваться с ГИБДД, как он сказал, о мерах снижения смертности. Ну, очевидно, потому что цифры этого года догоняют цифры прошлого года. А у нас впереди еще скользкая осень и зима. Почему-то после этого доклада Хабиров отметил, что Сабантуи прошли в республике Башкортостан успешно и без происшествий, но двое неназванных глав районов не ввели запрет на продажу алкоголя и сами были замечены и даже сфотографированы за нарушением запрета. И потому Хабиров поручил с этим разобраться, почему его распоряжения не исполняются, не выполняются. Ну, интересно, конечно, кто из глав каких районов такой озорник и такой наглец, но, собственно, неисполнение поручений Хабирова уже превратилось в некую систему. Многие его подчиненные поняли, что вообще-то многие из поручений главы республики не просто можно не исполнять, а даже полезно не исполнять. По ходу вот этих странных разговоров Константин Борисович Котолкачев, сидящий по левую руку от Ради Хабирова, окончательно утратил интерес к происходящему и, не обретя понимания, зачем он вообще нужен на этом президиуме и на этих мероприятиях, Константин Борисович принялся отчаянно серфить в интернете, пропускал мимо ушей нудные доклады Морзаева об окончательных успехах в сфере ЖКХ, а также такой странный доклад министра здравоохранения о грандиозных стройках и всевозможных достижениях в здравоохранении. Пропустим, наверное, эти доклады и мы, потому что действительно они были настолько несодержательны, настолько в основном состояли из новостей будущего, что мы лучше вернемся к ним. В целом я очень понимаю Константин Борисовича, потому что эта оперативка была насыщена докладами, их было много, больше, чем обычно, но при этом они все были какого-то технического характера, в общем-то не дотягивали до уровня совещания правительства, потому что обсуждать готовность детских аттракционов, так вот всерьез с докладом какого-то там начальника по надзору за всякой разной техникой, потом, значит, там успехи Алана Викторовича Морзаева по эвакуации ржавых автомобилей, ну и вот такие вот вещи, да, как тот, совсем уже, ну вот, ну не солидно, ну там, как господин Спеле, успешно или неуспешно борется с хулиганами, которые паркуют свои машины на газонах, ну это тоже важно, конечно, очень важно, но, наверное, все-таки не уровень правительства и не уровень такого вот дорогостоящего времени, в который нам обходится жизнедеятельность каждого министра и каждого присутствующего на этих оперативках. Существенно больший интерес, пожалуй, вызывает завершающая речь Хабирова на оперативном совещании. Она была насыщена, причем насыщена разными темами, начал он с дорожного строительства. Он обратился к Виктору Михайловичу Жулькову как к представителю Минтранса и сказал, что ему вот-вот передадут из контрольно-ревизионного управления огромную вот такую, как сказал Хабиров, пачку материалов по ямочному ремонту, и вопросов и претензий там очень много. Ну, это абсолютно очевидно, я согласен с Радием Фаритовичем, что вопросов и претензий чуть больше, чем достижений у господина Булышева и Жулькова, потому что, ну, честно говоря, вот это вот очковтирательство в чистом виде, которое они нам демонстрируют в последние недели, оно уже начинает слегка раздражать. Достаточно только глянуть на любую, на самом деле, дорогу в республике и в городе Уфе. Далее Хабиров обратился к главам муниципалитетов с требованием, как он выразился, отмыть города. Он возмутился тем, как скашивается трава, это его традиционное возмущение каждый год. Сообщил о том, что идут жалобы на это все. Упрекнул глав муниципалитетов то, что им выдали всевозможную технику, купили, и каждый город должен быть вылезан за небольшие деньги, как выразился Ради Фаритович. Ну, мы знаем, что он большой поборник чистоты и благоустройства. Это уже становится некой навязчивой идеей, но, тем не менее, наверное, мы не будем препятствовать Ради Фаритовичу хотя бы в таком благом начинании. Завершил оперативное совещание Хабиров и вовсе на некой гневной теме. Обратившись к Максиму Забелину, он заявил буквально следующее. Я просил все нарушения вскрывать, все те интересы пострадавшие муниципалитеты восстанавливать. Я, Наталья Юрьевна, вас просил заниматься. Вы мне давно не докладывали. Я просто хочу сказать, что это не компонещено. Я если занялся этим вопросом, я этот вопрос буду дожимать. На территории муниципалитета любого и на территории республики существует только одна власть. Никто не имеет права подменять власть, тем более пытаться вмешиваться в дела муниципалитетов, руководства муниципалитетов и так далее. Очевидно, что попытки Хабирова несколько придушить и приумерить интересы и аппетиты бывшего главы Иглинского района Решата-Исхакова провалились. К моему великому удивлению, даже некоторые суды стали на сторону Исхакова. Помните эту историю с горе-блогером Колей Бажином, которого засудил Исхаков за какие-то обвинения и добился сатисфакции. Да и в общем-то, Исхаков так не особенно пострадал от того грозного наезда на него со стороны Хабирова. То есть, в общем-то, пар ушел в свисток, никаких особых претензий и каких-то изъятий имущества с Исхаковым не случилось. Собственно, этого теперь требует Хабиров. То есть, если перевести на русский язык то, что он завуалированно сообщил Забелину на этой оперативке, это означает то, что так и не разобрались с этими огромными земельными наделами Исхакова, со стороны возникшей собственности. Ну, по крайней мере, по мнению Хабирова, не получается пока совладать с бывшим главой Иглинского района, у целого главы республики Башкортостан. Но будем с любопытством наблюдать за этим противостоянием, посмотрим, что получится у Хабирова, что получится у Исхакова. Мне искренне интересно, кто же из них на самом деле сильнее.